Друзья мои, всем привет! Нас прибавилось на канале очень много, очень приятно. Стало больше друзей, стало теплей в нашем помещении прохладном. И надеемся, что мы, готовя какие-то блюда, либо напитки, либо еще что-то подобное, дарим вам какой-то позитив в этом или что-то согревающее на душе. Самое главное для нас в данный момент, для нашего канала, готовим с удовольствием, для вас, от души, для души. Вот сегодня мы будем готовить пасту, она называется Альфредо. Паста, естественно, итальянская. Мы будем готовить ее на свой лад, придерживаясь каких-то критериев классического рецепта. Для сегодняшнего блюда нам понадобится минимум ингредиентов. Оно очень простое, как говорил, мне кажется, рабочекрестьянское в Италии. Это телиотели, макаронные изделия. В Италии их делают, естественно, сами дома, все дела. Мы, естественно, купили. Потому что у нас нет специальных установок для этого и там подобное. Мы могли сделать лапшу просто, типа а-ля Лангман, там подобное. Ну, не стали заморачиваться, пошли в магазин, купили для тели. Также для этого понадобятся нам сливки. В лучшем использовании 20-23%. Кто-то может использовать 33-10% сливки жирностью. Но 20-23% это самый лучший вариант для приготовления пасты в любом виде, если там используются сливки. Также в этом блюде используется большое количество сыра пармезана. У нас, как бы, давно нет сыра пармезана в России. Пару лет уже есть идентичные, замененные продукции молочные, сырные. Вот. Можно, если у вас, как бы, сыр пармезан не очень дешевый, можно заменить его любым российским отечественным сыром. Как бы, чуть-чуть будет блюдо отличаться по вкусу, не такое, там, кислое, резкое, там подобное. Можно использовать, там, горгонзолу подобие, будет так уже резкое. Если вы не хотите тратиться на это блюдо, используйте любой российский сыр. Солд должен быть сливочно-сырный. Не подразумевает пармезан. Ну, по классическим рецептам используется, там, а-ля пармезан, там подобное. Также будет использоваться черный перец, чуть специи. И будем варить нашу пасту. Закидываем наши телиотели. Вот, телиотели варятся. Будем сегодня придерживаться итальянскому рецепту. Шесть минуточек примерно, чтобы достичь консистенции нашей пасты отварной аль денте. Что значит, недоваренный на зубок. Так что, засекаем время. Пять-шесть минут мы варим. У нас прошло пять-шесть минут примерно. Телиотели наши сварились. Пойдем их промоем немножко и уже приступим к приготовлению нашей замечательной пасты. Ставим нашу сковородочку на разогретую амфорочку. Загреется. И будем готовить нашу телиотели Альфредо. Пасту Альфредо. Так называемую соусом Альфредо, точнее. Очень вкусные. Кто любит молочные, сыромолочные или какие-то еще любые продукты с макарошками. Добавим немножко своей изюминки. В дальнейшем я расскажу, что еще можно добавить к этой пасте и не испортить ее. И не испортить ее классический вид. Мы добавим чеснок. Это первое. И единственное, что мы добавим. Кинем его на сковородочку. И сразу добавим сливки. Смотрите, у нас все хорошо разогрелось. Сливки у нас 20%, как я говорил, 250 мл. И добавляем нашу пасту. Я не помню, здесь было полкило, что ли. Соус греется, паста греется. Сливки мы не все вылили. У нас осталось буквально, может быть, 50 мл. Все, ждем. Будет у нас закипать. И уже постепенно начнем добавлять сыр. Это важно в этом блюде. Так, чтобы сливки начали одновременно перемешиваться с сыром. Как бы свертываясь, выкипать. Если как бы чуть-чуть это упустить, ну, наверное, не то получится. Вот, сливки начинают немножко густеть. И мы начинаем постепенно добавлять наш сыр. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Потом расскажем. Добавляем какую-то часть нашего сыра. И начинаем постепенно перемешивать. Чуть перемешали, ждем. Сыр внизу плавится. Вот видите, как густенько получается у нас. Это очень интересно. Смотрите, как у нас получается все густенько. Даже можно остаток сливок добавить. Выключим на ноль нашу пасту. И она уже за счет инерции сейчас. Так как у нас конфорка электрическая. Все дойдет. И все прогреется. И ничего точно не отсечется. Если вам удобно мешать это все с помощью ложки и ручки сковородки, пожалуйста, не вопрос. Можете этим пользоваться. Но мне удобнее, когда сковородка стоит на конфорке. И мы это все перемешиваем. И у нас вот такая ротика получается. Сыр тянется. Сливки густеют. Очень красиво. Я считаю, это правильный, более правильный рецепт. Когда вы добавляете сыр уже к разогретым сливкам и макаронам. Все приобретает более интересный вид. И более правильную готовность нашего блюда. Макарошки аль денте, они сейчас доходят. И клиенту они дойдут уже в более готовом виде. Вот смотрите, у нас получается какая прекрасная паста. Все у нас готово. Комфорка выключена. Паста доходит. Сыр плавится. Сливки загустели. В принципе, это идеальный вариант Альфреда. Нашей пасты. Украсим чуть базиликом. И немножко добавим молотовый перчик. Сыром не будем сверху посыпать, он внутри присутствует. Ну вот, ребята, у нас получилась великолепная паста Альфреда. Мы немножко украсили свежим базиликом. Прекрасная паста Альфреда. Без всяких наполнителей. Мы чуть украсили ее базиликом свежим. И перчиком приправили. Напомню, что мы не солили. Не соус. Мы солили только воду, которую отваривали наши макарошки. Сыр. Пармезан, в данном случае, который мы используем, тоже соленый. Все остальное, на ваше усмотрение, можете попробовать посолить. Так что, пробуем, что у нас получилось. Прекрасные макарошки. Сливочный вкус. Сыр чувствуется великолепно. Ну, как бы, кому нравятся макарошки, тем более в таком виде, как Талиотели, пожалуйста, пробуйте. Блюдо достаточно дешевое. Если использовать ингредиенты такие дорогие. Можно даже добавить сюда и томаты. А еще иногда делают интересные вариации этого блюда, когда добавляют сюда курицу. Там, куриное филе, допустим. Шпинат. Зелени много. Очень красиво смотрится. Сюда же можно, опять же, добавить морепродукты. Ну, это уже получится разнообразие этой вариации, этой пасты. Так что, это классика. Такой классический рецепт. В нашем исполнении. Если вам понравился этот рецепт, мы очень рады. Вот с вас лайки, дизлайки. Комментарии всегда мы приветствуем. Подписывайтесь, кто не подписался на наш канал. Мы очень будем рады. Мы всегда рады всем гостям. Всем приятного аппетита. С вами был, как всегда, банда от Cooks Brothers Hooks. Увидимся. Увидимся.